здравствуйте друзья как и обещал начинаем обзор целый цикл роликов про Тинькофф про их якобы специалистов в кавычках как я всегда говорил удивлялся и вам даю возможность удивиться сейчас у нас очень много новых подписчиков новых гостей на нашем канале у Тинькофф работает сброд безграмотных сущностей по-другому их не назовешь хотя называют они себя очень пафосно там старшими специалистами начальники отделов там чуть ли не советники там и эксперты давайте послушаем очередного советника эксперта и посмеемся поехали вас приветствует компания феникс пожалуйста оставайтесь на линии и дождитесь ответа специалиста здравствуйте меня зовут анастасия слушаю вас ну чё звонили то коллекторская гендасту феникс отдел финансовых консультаций это вы сейчас звоните нет вы звонили ваш робот там всякую ерунду наговорил не понял но вы наверное знаете Владимир Юрьевич почему вам звонит автопрозвон понятия не имею вообще вот серьезно знаете да про задолженности как образовался у вас ранее что там за задолженность вроде нет никакой задолженности с чего взяли вы уже договаривались непосредственно с фениксом на оплату несколько раз эта оплата была не выполнена была нарушена сейчас вы говорите что вы не договаривались ну кинуть в тинькова это честь так что нет никакого долга его в природе просто не существует отказываетесь можете лохов разводить меня то чё разводить я вас уведомляю Владимир Юрьевич что заявление банк тиньков тут уже подал да это все ложь ну вот смотрите сперва мне говорили анастасия что он подал это заявление 5 февраля потом вы говорили что он подал заявление в мае месяце сейчас когда будете говорить в августе месяце подал нет дата у нас абсолютно никаких нет нам их просто не представляет ну а чё что ваши сотрудники я вот с вами то уже не первый раз разговариваю да и с другими сотрудниками разговариваю они постоянно лгут таким образом что вот на вас там подали в суд так вы подайте реально подайте в суд чтобы я видел действие вот а чё же вы в суд то не не подаёте чё тянете резервы не я понимаю что вы то ну как бы дочерняя компания по взысканию долгов феникс ну феникс от тинькова а это же как бы единая структура вот это же не сторонняя коллекторская компания ну понятно ваше дело взыскать задолженность постараться убедить должника что он должен нанести нужную сумму там вот а уже тиньков там решает так пусть ваши специалисты тогда и не говорят что подали там в суд на меня нету этого суда если подали то уже давно подали а просто одну тиньков он просто боится подавать в суд потому что его может проиграть ну не выгодно как бы а у меня есть все факты что вы преступники я уже неоднократно об этом писал по электронной почте вам ну не вам а тиньков вот все как бы выложил в письме какой преступной деятельностью вы занимаетесь на территории россии так что ждите кгб скоро придет за вами арестуют мы работаем на основании законодательства российской федерации в частности 235 статьи федеральной законы вы должны об этом знать да знаю я это все законодательство если я вам расскажу что нарушил тиньков у вас просто уши в трубочку завернутся знаете там столько нарушений а у меня информация такая что у вас есть задолженность и вы нарушили тот договор который вы с банком подписывали задолженность развивалась откуда что вы не оплатили то есть нарушили условия договора просто так долги не образовываются на это есть основание и основание конечно тарифный план который указан в договоре брал 64 тысячи не спорю вот ни копейки не вернул я не спорю я же не отрицаю что деньги я брал да есть такое но я то ничего не должен тем более если вы не вернули вы тем более должны знать что если действительно ни одной оплаты не было во первых Олег Юрьевич и Оливер Хьюз они подпадают под две жесткие статьи Уголовного кодекса Российской Федерации это 171 незаконное предпринимательство и 172 у КРФ это незаконная банковская деятельность почему у меня есть такие основания да потому что тиньков не имеет права кредитовать физических лиц как и все остальные банки вообще не имеют у него лицензия 2376 там нету пункта там 4 пунктика да и нету пункта где он имеет право кредитовать физических лиц это грубейшее нарушение законодательства в КВД также не прописан классификатор экономический что он может кредитовать физических лиц знаете как то есть он у него даже нету лицензии на право ведения этой деятельности то есть это уже предпринимательство получается если любая банковская деятельность должна лицензироваться а вы говорите что только я нарушаю законодательство вот это грубейшее нарушение почему вы это не рассказываете ему что он людей разводит таким образом но деньги вы взяли деньги вы их вернули нет это мои слепые деньги это мои личные деньги у денькова с роду не было этих денег понимаете когда они мне их выдали у него сайта получает а чё это ваши деньги что ли а вы можете доказать что это ваши деньги Вы что, по документам это мои деньги. Да какой договор? Это просто оферта. 435-я. Я вот сейчас вам напишу, что если вы мне будете звонить, вы будете мне должны. И все, вот это оферта. В денежно-кредитных отношениях непосредственно должен быть 819-й договор. Ну, статья 819-я, кредитный договор, а не какая-то там 434-я статья форма договора. Применяем 434-я. Да, это форма договора, она недопустима в кредитно-денежных отношениях, знаете как. Она допустима, если я взял, допустим, да, там, мотоцикл, ему отдал, и мы заключили форму такую, да, там, допустим. Но когда кредит брали, вы почему эти вопросы не задавали? А почему сейчас они у вас возникли? Вот сейчас вот возникли, представьте, все когда-то случается. Так что оферта, она не является каким-то договором. Вы ожидаете вынесения решения сюда? Жду. До свидания, Анастасия. До свидания. Супер, автору огромное спасибо, спасибо за ролик. Призываю всех, кто имеет возможность записывать переговоры, особенно с Тиньковым. Сейчас мы в приоритет ставим, напомню, переговоры с Тиньковым. Будем, в первую очередь, их выкладывать на своем канале. Присылайте файлам, почта указана у нас в описании. Ну и, собственно говоря, не только, конечно же, с Тиньковым. Надо, собственно, их на место ставить, вот этих вот всех ребят. Кто хочет, ну, понимаете, одно дело вот слушать, смотреть, разговаривать, и другое дело еще и в документальном формате. Все это по полочкам разложить. И это можно сделать. Действительно, наша компания, компания Аляаму, этим успешно занимается. Посмотрите. Пройдите по ссылочке на наш сайт, ссылка в описании ролика есть. И вот для вашего удобства, в правом верхнем углу кликабельная подсказочка выходит. И ставьте заявочку на обратный звонок. И, конечно, но сначала обязательно посмотрите видео на сайте. Вот презентацию работы кредитных юристов нашей компании, чтобы вам было все понятно. Посмотрите видео на сайте, оставьте заявку, запишите себе телефончик, с которым мы будем звонить. Он указан в правом верхнем углу нашего сайта. И не пропустите звонка нашего специалиста. Мы позвоним ему в рабочее время. Кроме субботы и воскресенья. Сейчас, в самое ближайшее время, перейдем на круглосуточный режим. Буквально, может быть, в течение до конца месяца у нас будет круглосуточная горячая линия работать. Сейчас операторы уже обучаются. Так что, как можно больше людей должны знать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Ну и репост в соцсетях. Давайте не дадим Тинькову и им подобным хозяйничать с нами, а превращать нас в финансовых рабов. С вами был Кузин Сор, Дмитрий Центр юридической защиты. Всего вам доброго, друзья. До свидания.